Девушки отдыхают Профилактическое мероприятие ГИБДД Десногорска Носите светоотражающие элементы, чтобы другие водители так же само обращали на вас внимание и видели вас 18 ноября в здании администрации прошло заседание постоянных депутатских комиссий Планово-бюджетный, по налогам, финансам и инвестиционной деятельности По вопросам комплексного развития города, по вопросам законности, правопорядка, а также социальным вопросам Администрация в настоящее время проводит работы по цифровизации генерального плана и правил землепользования и застройки То есть все карты будут цифровизованы, территориальные зоны будут цифровизованы После 2024 года разрешения на строительство будут выдаваться только при наличии оцифрованных границ Населенных пунктов и территориальных зон и самого генерального плана Таковы изменения в градостроительном плане О том, какую работу уже удалось провести по этому направлению Решено уточнить у главы Десногорска направлением депутатского запроса За 9 месяцев 2020 года бюджет Десногорска по доходам был исполнен в размере 497,9 миллионов рублей Что составляет 72,5% от плановых значений Расходы исполнены на сумму 455,6 миллионов рублей Что составляет 69,5% Профицит 42,3 миллиона рублей При плановом дефиците 19,8 миллионов рублей По данному пункту повестки мы не принимаем никаких решений Данный отчет мы заслушиваем, принимаем сведения Важной темой обсуждения стал ремонт класса хореографического отделения Десногорской детской музыкальной школы имени Глинки На сегодняшний день имеется дефектный акт Подтверждающий необходимость косметического ремонта помещения В данный момент идет составление сметы на предстоящие работы Помещению требуется косметический ремонт Но ни в коем случае помещение не признано аварийным И не несет угрозу жизни и здоровья детей Занимающихся хореографическим отделением Некоторые участники заседания видят необходимость Во внесении изменений в региональный закон О межбюджетных отношениях в Смоленской области Согласно документу, в бюджет Десногорска Подлежит отчислению налог на доходы физических лиц В размере 7% Предложение повысить до 25% Инициатива направлена на доработку Мысль очень хорошая, мысль правильная Начтим, она очень трудная, поверьте мне Поэтому вот эта копья ломать, которая здесь сейчас Нужно проработать документ как следует И тогда можно это сделать Изучение деятельности банного комплекса Латона И разработка предложений по ее оптимизации Задача рабочей группы, которая была сформирована В марте текущего года Своё заключение о проведенной работе Группа в составе 8 человек Должна была предоставить до 1 ноября 2020 года Результат рабочей группы по вопросу оптимизации деятельности банного комплекса Латона На данном этапе признан неудовлетворительным Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ ЕБДД Смоленской области проводит профилактическую акцию «Пешеход» Мероприятие призвано напомнить водителям о правилах проезда «Зебры» И тем самым снизить ДТП на этих участках дороги На территории города Десногорска сообщаю вам, что проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» Направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий В условиях плоховидимости и перепадов температуры Соблюдение скоростного режима становится особенно важно Тормозной путь автомобиля иногда увеличивается в разы Это нужно учитывать и пешеходам Переходить проезжую часть нужно только в предназначенных для этого местах Но и это не всегда гарантирует абсолютную безопасность Носите светоотражающие элементы, чтобы другие водители так же само обращали на вас внимание Видели вас до того, как вы начнете движение через пешеходный переход Непредоставление преимущества пешеходу на наземном переходе Наказывается штрафом от полутора до двух с половиной тысяч рублей Профилактическое мероприятие проводится с 23 по 27 ноября В конце выпуска о погоде 24 ноября в Десногорске пасмурно-небольшой дождь Днем плюс три, ночью около нуля На сегодня выпуск завершен Оставайтесь в компании Десна ТВ Всего доброго